Всем привет! Меня зовут Власёк Михаил Петрович, я работаю преподавателем на кафере радиофизики и электроники в Северканском государственном университете. В предыдущем террористском уроке была написана программа для микро-контроллера PIC 1684A, которая позволяла изменять значение на индикаторах с использованием кнопки. То есть при нажатии на кнопку, значение на индикаторах увеличил на единичку. Вот у нас присутствует схема, которая была рассмотрена в данном уроке, подробно расписана, что и из чего она стоит. Также вот есть кнопочка, когда мы нажимаем на кнопку, у нас происходит увеличение значения на индикаторах. Но есть небольшая проблема. Когда мы нажимаем и удерживаем кнопку, значение на индикаторах исчезает. Программа была также написана в предыдущем уроке, и её можно скачать в описании к предыдущему видео. То есть к 36-му уроку. Алгоритм данной программы также был рассмотрен в предыдущем уроке, и вот представлен на данной картинке. То есть здесь присутствует полностью алгоритм программы. Я немножко его подкорректировал, чтобы он выглядел лучше. Стандартное начало, дальше динамическая индикация, потом проверка нажатия кнопки. Если кнопка не нажата, то мы возвращаемся на динамическую индикацию. Если кнопка нажата, то мы идём увеличить значение регистра, отвечающий за четвёртый индикатор. А дальше, когда мы изменяем значение регистров, то возвращаемся не на динамическую индикацию, а на проверку, отпущена ли кнопка. Далее мы ждём, пока кнопка не будет отпущена. И когда кнопка отпущена, мы осуществляем динамическую индикацию снова. Из-за такого алгоритма у нас происходит то, что мы видим. То есть исчезают цифры. Всё потому, что мы зависаем в этом участке кода. Поэтому алгоритм должен быть изменён. Существует много вариантов, как можно поступить, чтобы изменить алгоритм и схема рабула так, как мы хотим. Я рассмотрю только пару вариантов в данном уроке. Чтобы наш индикатор всё время горел, нам нельзя зацикливаться на каком-то отдельном участке кода. Нам всё время нужно осуществлять переход к динамической индикации, чтобы индикатор что-то отображал. Поэтому путь, который тут совершается, уже не совсем корректный. Мы не можем зацикливаться на этом участке кода. Этот участок кода единственный, где мы зацикливаемся и влияем на динамическую индикацию. Поэтому можно предположить, что этот элемент должен каким-то образом соединяться с динамической индикацией. То есть вот так. Вот это вот так. Но что произойдёт, если мы сделаем такой алгоритм? Получается, если кнопка не отпущена, то мы идём на динамическую индикацию. Таким образом индикаторы не тухнут. Но потом происходит переход на проверку нажатия кнопки. А нам нужно было бы вернуться сюда, чтобы ожидать, когда кнопка будет отпущена. И только тогда, когда кнопка отпущена, мы идём сюда и дальше переходим на проверку нажатия кнопки. Поэтому прямой переход с этого пункта сюда нам не подходит. Нам нужно перейти отсюда сюда, либо отсюда вот сюда. Но программа выполняется последовательно. Поэтому после динамической индикации, если посмотреть на код программы, должна следовать какая-то строчка. Нет никакого выбора в этой строчке последней. Поэтому, судя по всему, динамическая индикация заканчивается и переходит к следующей строчке. Следовательно, между этим элементом и этим элементом должен возникнуть какой-то ещё элемент. Поэтому я удаляю эту стрелочку и добавляю вот такой ромбик. Этот ромбик будет некоторым условием. То есть, добавим его вот к этому вот так. Что это условие? Мы сейчас определим. Давайте запишем условие. Значит, мы или проверяем нажатие, или отпускание. Есть какое-то условие, при котором мы идём на проверку нажатия, либо на отпускание. То есть, отсюда мы переходим вот к этому пункту. Дальше отсюда, если условие, допустим, выполняется, то мы переходим вот сюда. Если условие не выполняется, то мы переходим вот сюда. Вот как-то вот так можно нарисовать такой переход. То есть, есть некоторые условия, которые позволяют нам здесь, после динамической индикации, определить, что мы должны делать. Либо проверяем нажатие кнопки, либо проверяем, отпущена ли кнопка. Что же может выступать в качестве такого условия? Всё, что мы знаем о микроконтроллере, это то, что с ним можно работать с помощью команд и с помощью его оперативной памяти. Поэтому нам нужно будет что-то использовать. Мы можем использовать оперативную память. Например, один из битов оперативной памяти. То есть, выбрать какой-то регистр. Например, проверяем. Регистр X. Некоторый регистр X, который мы объявим. Это регистр общего назначения. Если бит какой-то там, допустим, если нулевой бит, допустим, нулевой бит, один из восьми битов. Скажем, нулевой бит равен нулю или единице. Если он равен 0, тогда мы идем вот сюда. Если он равен 1, тогда мы идем вот сюда. Но изначально нам неизвестно, чему равен этот бит. Поэтому давайте еще изменим алгоритм. Поднимем немножко сюда его. Этот пункт удалим. И добавим сюда такой прямоугольничек. После того, как мы обнулили значение регистров, отвечающих за индикаторы, мы обнулим значение нулевого бита регистра X. Вот так. Это не очень помещается. Сюда опускаем стрелочку. Все это выделяем. И поднимаем чуть выше. Теперь этот пункт соединяем с динамической индикацией. То есть, мы обнулили нулевой бит регистра X. Таким образом, когда мы осуществим динамическую индикацию, и когда будем проверять регист X, точнее его нулевой бит, это можно осуществить с помощью команды btfss, либо btfsc, так как он равен 0, потому что изначально он равен 0, мы переходим на проверку нажатия кнопки. Что же происходит дальше? Дальше мы идем по коду программы и возвращаемся к проверке, отпущена ли кнопка. Если кнопка не отпущена, то мы переходим на динамическую индикацию. Вот сюда. И снова возвращаемся сюда. Так как мы бит 0 не меняли, то этот бит снова равен 0, и поэтому мы переходим к этому пункту. Следовательно, если мы напишем программу по такому алгоритму, у нас индикатор будет увеличивать значение в зависимости от того, как долго у нас будет нажата кнопка. Потому что так как у нас бит не изменился, мы снова переходим сюда, выполняем этот набор действий, и так до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Когда кнопка отпущена, мы переходим вот сюда, и проверяем нажатие кнопки. Если не нажато, то снова сидим вот тут. А значение на индикаторах не увеличивается. Из этого можно сделать следующий вывод, что после того, как мы проверили нажатие кнопки, мы каким-то образом должны повлиять на нулевой бит регистр X, чтобы в следующий раз, когда мы придем вот сюда, отсюда, мы не прошли на проверку нажатия кнопки. Поэтому эту стрелочку можно удалить. И добавим сюда еще один прямоугольник. Еще один пункт алгоритма. Здесь мы напишем следующее. Установить нулевой бит регистра X равным единичке. Таким образом, когда мы проверяем нажатие кнопки, если кнопка оказалась все-таки нажата, мы переходим к следующему пункту. А следующий пункт изменяет значение нулевого бита регистра X. Теперь он равен единичке. К чему это все приведет? Когда мы пойдем дальше по программе, вот сюда, потом спустимся сюда, пойдем вот сюда, и проверяем, когда будем проверять отпущена ли кнопка, мы потом пойдем на динамическую индикацию и сюда вернемся. В таком случае, когда мы окажемся здесь, мы уже не пойдем по этому пути, а нам придется двигаться в сторону проверки отпущена ли кнопка. И мы будем проверять это до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Если кнопка отпущена, то мы идем сюда, и снова оказывается здесь. Так как здесь, в этом участке кода, вот в этом маленьком круговороте действий, который может тут происходить, вот так, вот так, нету условия, которое меняет нулевой бит регистра X, мы будем находиться, вот в этом участке кода, до бесконечности, пока не выключится питание. Следовательно, нам нужно как-то поменять значение нулевого бита регистра X. А поменять мы его сможем тогда, когда кнопка будет отпущена. Поэтому я удаляю вот этот пункт, удаляю эту стрелочку, и добавлю еще один прямоугольник. Куда-нибудь вот сюда. И здесь поступим следующим образом. Если кнопка отпущена, то мы двигаемся не на динамическую индикацию, а на вот этот прямоугольничек. То есть, тут у нас отпущено, тут нет. Значит, если у нас отпущено, то мы идем сюда, и здесь мы поступаем следующим путем. мы устанавливаем нулевой бит регистра X равным нулю. Далее идем на динамическую индикацию. Таким образом, когда у нас будет кнопка отпущена, мы переходим вот сюда, устанавливаем в ноль нулевой бит регистра X, идем на динамическую индикацию, попадаем сюда, и отсюда переходим на проверку нажатия кнопки. И находимся в этом круговороте до тех пор, пока кнопка не будет нажата. Когда кнопка нажата, мы снова возвращаемся к установке нулевого бита регистра X в единичку, потом увеличим значение на индикаторах, и снова возвращаем на проверку, отпущена ли кнопка. Если кнопка не отпущена, то мы просто возвращаемся на динамическую индикацию, потом на проверку регистра X, точнее, нулевого бита данного регистра, так как он равен единичке после этого действия, мы снова возвращаемся на проверку, отпущена ли кнопка. Если кнопка снова не отпущена, то мы снова идем на динамическую индикацию. И так до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Когда кнопка отпущена, мы переходим на этот пункт, устанавливаем в ноль нулевой бит регистра X, и переходим к осуществлению динамической индикации. Далее мы проверяем значение нулевого бита, и переходим на проверку нажатия кнопки. И находимся в этом небольшом круговороте. И так далее. То есть, благодаря вот этому условию, мы можем выбирать, что мы будем проверять. Мы будем проверять либо нажатие кнопки, либо кнопка отпущена. И будет одновременно осуществляться динамическая индикация. Осталось только красиво оформить данный алгоритм, чтобы он был не менее запутанный, не то что сейчас. Ну вот теперь алгоритм перерисован, и стало немножко наглядней. Видно, как он работает. Так, снова пройдемся по всему алгоритму. Начало стандартное, то есть, можно посмотреть в предыдущем видео. Здесь происходит обновление значения нулевого бита регистра X. Дальше осуществляем динамическую индикацию. Проверяем значение нулевого бита регистра X. Если он равен нулю, а он изначально равен нулю, то мы переходим на проверку нажатия кнопки, и проверяем эту кнопку до тех пор, пока кнопка не будет нажата. Как только кнопка нажата, мы переходим к следующему пункту «Установить нулевой бит регистра X равным единичке». Следовательно, дальше мы выполняем пункт по увеличению значения регистра, отвечающий за счет индикатора. Потом переходим к проверке значения регистра. Если он не равен 10, то сразу переходим на пункт проверки «Отпущена ли ли кнопка?». Если он все-таки равен 10, то мы просто переходим к увеличению значения следующего элемента индикатора, и дальше также возвращаемся на пункт «Проверка. Отпущена ли ли кнопка?». Если кнопка не отпущена, то мы просто переходим на осуществление динамической индикации. После того, как провели динамическую индикацию, переходим к проверке регистра X. В данный момент он равен единицы после этого пункта. Поэтому мы снова переходим к проверке «Отпущена ли ли кнопка?». Итак, проверяем до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. В это время происходит осуществление динамической индикации. Если же пользователь все-таки отпустил кнопку, то мы переходим к следующему пункту «Установка в ноль нулевого бита регистра X». Далее переходим к динамической индикации и проверяем регистр X, то есть нулевой бит. Из-за того, что он теперь равен нулю, мы теперь будем находиться в этом участке кода и проверять нажатие кнопки. И так далее. Теперь мы опять нажимаем на кнопочку, переходим к тому, что изменяем значение нулевого бита регистра X и увеличим значение на индикаторе. И так далее. Снова увеличиваем значение на индикаторе, снова ожидаем отпускания кнопки и в это же время производим динамическую индикацию. Так проверяем и выводим на экран индикатора. Какое-то значение. Осталось реализовать данный алгоритм. Перейдем к программе. Вначале нам понадобятся некоторые регистры. Регистр X. В этом пункте объявляем необходимые для программы регистры, мы должны добавить регистр X. Развел его 3XA. XXX. Выберем его адрес. ЭКУ-14H. Этот адрес является регистром общего назначения и он является этой нашей программой свободным. Нигде ранее не использовался. Далее. Обновляем значение на любого бита регистра X. Это нужно сделать до динамической индикации. Можно было этот пункт поставить в любом месте выше динамической индикации. Поэтому переходим на метку BEGIN. Вот BEGIN. Тут у нас происходит обновление индикаторов. И мы здесь обновим значение бита. Для этого напишем BCFXXX, запятая 0. Обнулили значение бита. Далее осуществляем динамическую индикацию. Динамическая индикация осуществилась. Далее необходимо проверять бит регистра X. То есть XXX. Напишем BTFSS. XXX. Или лучше BTFSS, наверное. XXX, запятая 0. Если этот бит равен 1, то переходим на GOTO. Проверка отпущенной кнопки B-button. Вот такая метка будет. Если же этот бит равен 0, когда мы эту строчку пропускаем, и переходим к проверке нажатия кнопки. Далее, если кнопка не нажата, то мы должны перейти к динамической индикации. Если кнопка не нажата, то мы переходим к динамической индикации. То есть сюда. Снова осуществляем индикацию. И осуществляем... Вот так можно выделить, чтобы различать блоки. И осуществляем проверку условия. Дальше. Если же кнопка нажата, то мы должны перед тем, как изменить значение индикатора, изменить значение бита. Поэтому здесь мы пишем bsf port нет xxx,0 То есть нулевой бит регистра xxx стал равен единичке. Этот пункт мы выполнили. Дальше увидим значение регистра, отвечающего за 4-й индикатор. Потом проверяем равное значение 10. Это у нас осуществляется здесь. И дальше происходит переход на проверка, отпущена ли кнопка. Пометки start1. Поэтому переходим сейчас в пометку start1. Вот она у нас тут. Тут проверяется, нажата ли кнопка левая, отпущена. Если кнопка не отпущена, то мы просто переходим на динамическую индикацию. А здесь она не отпущена тогда, когда значение 7 бита равняется единичке. Следовательно, эта строчка должна нас перемещать на динамическую индикацию. Поэтому тут пишем go to start. То есть, если 7 бит регистра порт b равен единичке, то мы переходим на следующую строчку и переходим на динамическую индикацию. Если же кнопка отпущена, то мы не переходим на динамическую индикацию. мы вначале выполняем вот этот пункт. Устанавливаем в 0 нулевой бит регистра x. Поэтому здесь мы пишем bcf xxx, 0. Здесь написали. И дальше переходим на динамическую индикацию. То есть, вот сюда. Поэтому go to start нас вполне устраивает. И в принципе все остальные пункты у нас уже реализованы. То есть, мы все осуществили. Давайте попробуем скомпилировать наш проект и посмотрим, работает ли он в программе Proteus. Обнаружены были ошибки. Давайте определим, что за ошибки. Ага. Вот у нас здесь ошибки. значит, pr0b. То есть, у нас мы должны переходить. Это что за ошибка? Это значит, когда мы проверяем регистра x нулевой бит, если он равен единичке, то мы должны перейти на go to pr0b, чтобы переместиться вот сюда. Но вот этот элемент у нас уже имеет другую метку, которая называется start1. Поэтому давайте скопируем эту метку start1 и поставим его вот сюда. Заменим эту. метку. То есть, проверяя значение бита, мы переходим на проверку нажатия кнопки вот сюда. Если этот бит равен единичке, вот сюда переходим, на start1. так же, как и в случае в этом, в этом, в этом, в этом, и вот в этом. Тоже переходилось все на start1. Теперь давайте пробуем скомпинировать наш проект. Если мы нигде ничего не забыли, то должно все заработать. Нажимаем play, нажимаем на кнопочку, видим, что значение на индикаторе увеличивается. Теперь можно нажать и оставить включенную кнопочку. значение на индикаторе все равно отображается, не гаснет. Вот, и так далее. Таким образом у нас появился счетчик нажатия кнопки. Вот такой способ реализован был. Мы сейчас реализовали вот такой алгоритм. Существуют и другие способы осуществить алгоритм, который будет позволять сделать программу для счетчика нажатия кнопки. Один вариант мы его реализовали с вами вместе. Другой вариант представлен на данной картинке. То есть этот вариант и этот немножко отличаются. Как тут происходит? Вначале объявляются необходимые для программы регистры, потом идет начало программы, потом настройка порта А и порта Б, потом также здесь используется бит проверки состояния кнопки, то есть используется регистр Х. В данном случае обнуляем значение регистра определяющих значений индикаторов. То есть вот здесь мы обнулили значение нулевого бита регистра Х, а здесь обнулили значение индикаторов, то есть поменяли местами. Но это не имеет разницы, что из них будет первым идти по счету. Дальше динамическая индикация. После этого проверяем равен с нулю бита проверки состояния кнопки, то есть бита ХХХ. Если он равен нулю, то проверяем нажатие кнопки. Если кнопка не нажата, то переходим просто на динамичку индикацию и вот так перемещаемся до тех пор, пока кнопка не будет нажата. Как только кнопка нажата, мы изменяем бит проверки и устанавливаем его в единичку. Точно так же, как и делали здесь. То есть устанавливаем бит в единичку. Далее увеличиваем значение на индикаторах и потом просто возвращаемся на динамическую индикацию. То есть в отличие от данного случая мы не возвращаемся на проверку отпущена ли кнопка сразу. Вначале возвращаемся на динамическую индикацию. Дальше, так как у нас значение бита проверки было изменено, мы проверяем равен со нулю бита проверки и переходим вот сюда. Потом проверяем отпущена ли кнопка. Если кнопка не отпущена, то мы переходим сюда, осуществляем динамическую индикацию и снова проверяем равен со нуля бита проверки, снова переходим сюда и так до тех пор мы здесь находимся, пока кнопка не будет отпущена. Все это время мы осуществляем динамическую индикацию, то есть вводим на индикаторах значение, которое определено регистрами, отвечающие за данные индикаторы. Мы вводим на индикаторе, допустим, число 1. Когда кнопка отпущена, мы меняем бит проверки и устанавливаем его в нолик. Переходим на динамическую индикацию, потом проверяем равенство 0 бита проверки. Оно теперь равняется 0. Поэтому мы теперь находимся в этом участке кода. Когда кнопка будет нажата снова, мы перейдем вот сюда. И так далее. Данный алгоритм является также рабочим. И программу для данного алгоритма попробуйте реализовать самостоятельно. Можете придумать свой алгоритм. На этом все. Данный урок я заканчиваю. Если понравилось видео, то ставьте лайк. Если есть вопросы, то пишите их в комментариях. Если хотите следить за выпуском новых видео, подписывайтесь на канал. Удачи!